Здравствуйте дорогие друзья, с вами Анна. Сегодня посмотрим мой заказ по шестому каталогу Фаберлик. Также здесь будет небольшой дозаказ по пятому каталогу, но все у меня здесь лежит в одной тяжелой коробке. И будем смотреть, что первое под руку попадется, то я покажу. Начать я хочу с дозаказа по пятому каталогу. Как-то вот меня осенило, что в Фаберлик еще могут остаться рубашки из школьной коллекции. И я нашла два варианта рубашек в нужной ростовке для своего сына старшего. Он в этом году у нас идет в первый класс. У кого тоже дети идут в первый класс, напишите, как вы. Я не спрашиваю про детей, я спрашиваю именно про вас. Я в стрессе, честно говоря, нахожусь. Мне это очень волнительно. И я побоялась, что вдруг эти рубашки разберут. Они стоили каждое в пределах тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей, если я не ошибаюсь. Я заказала две штуки. И вот так следующим образом они приходят. Первая рубашка этой школьной коллекции, она выполнена в белом цвете с темно-синей оторочкой. Эта рубашка у нас по счету вот именно такая, я не знаю, уже четвертая, может быть, или пятая. Потому что вот как у меня ребенок стал подходить вот в эти вот размеры, я стала покупать. И вот, например, у нас есть точно такая же рубашка, точно такая же. Я принесла вот вам показать в размере 140. А сейчас я ему все рубашки взяла в размере 152. Я ему сейчас всю одежду беру в ростовке 152. В общем, вот так выглядит эта рубашка. Ну, конечно, это прекрасный вариант и на какие-то выступления, и на праздники, и так далее. В общем, здесь вышивка такая, сова, хорошие-хорошие рубашки. Ну, вот эту я точно уже убираю. Она, конечно, выглядит как новая, но она уже маленькая. Она мала в плечах, она уже в груди не застегивается. Плечи куда-то вот сюда вот уже укатились. Ну, то есть она прям маленькая-маленькая. Поэтому я решила взять в ростовке 152. И следующее, прям однозначно рекомендую, просто заходите на сайт в категорию одежда. Выбирайте там одежда мальчикам, девочкам, и смотрите, что есть. В общем-то, остатки, да. И вторую рубашку я взяла вот такую вот. Это у нас артикул 52.75.39, конкретно в нашей ростовке. А у белой рубашки 52.76.20. Ну, для кого интересно. 100% хлопок здесь и 100% хлопок здесь. Но это я даже разворачивать не буду. В общем, это обычная голубого цвета хлопковая рубашка. Просто классическая с такими же нежно-голубыми пуговицами. Я думаю, что со школьной формой будет хорошо. И, в общем-то, потихонечку закупаемся, пока есть на складе. Пока выгодные цены надо брать, я считаю. Следующее, что я вам покажу, это новинка шестого каталога. Такая вот салфетка размером 30 на 30. Артикул 9104.32. Салфетка для удаления пыли из микрофибры. Сделана в Китае. Срок службы 12 месяцев. Как я поняла, эта салфетка, она подходит для удаления пыли и влажным, и сухим способом. У меня такая есть салфеточка от Greenway. И здесь что-то подобное, как я понимаю. Да, похоже, похоже. У Greenway, скажу я вам, как-то посолидней на ощупь тряпочка. Но она и стоит там, конечно, тоже посолидней. С одной стороны, здесь ворсинки более длинные, как и у Greenway. Но у Greenway там совсем другая текстура. Я, может быть, сфотографирую свою тряпку и вам покажу. Вот, там другая текстура. Вообще, вот у Greenway вот этими длинными волокнами мы убираем пыль сухим способом. Можно убирать, ну, например, на подоконнике, да, вот просто пыль из окна надула. Или там с монитора компьютера и так далее. Ну, а второй стороной мы уже влажную уборку проводим. Поэтому я не знаю, насколько хороша эта салфетка, но мама заказала, потому что у нее тоже Greenway есть, но она уже старенькая, как я поняла. И она ей на помощь взяла вот такую, вот на пробу. Что-то там она стоила, по-моему, рублей 150. Что-то, ну, что-то очень дешево. Значит, моему зятю пришли вот такие вот носки. Это мужские носки-невидимки, три штуки, в размере 43-44. Они заказали. В общем, это классические такие, ну, не то, что следники, да, это действительно укороченные носки. Они в разных цветовых раскладках представлены на сайте, в разных размерах, летом под кроссовок или с кедами, в общем-то, то, что нужно. И здесь у нас три варианта расцветки. Это серый меланж, белый и вот такие вот бело-черно-серый, да. Вы видите, что здесь нос черный, а пятка серый меланж с белой полоской. Ну, в принципе, носки в Фаберлик неплохие, трусы мужские плохие, качество плохого заказывали, пробовали, не понравилось. А вот носки, да, носки нормальные. Мне интересно, где они изготовлены. А представьте, изготовлены в Китае по заказу Фаберлик. Я думала, что они где-то у нас, в Ивановской области, но нет. Это Китай. И артикул 82-055-7. Для кого важно. Далее себе я заказала вот такой вот чай Гидрейн. В прошлом заказе показывала, рассказывала в этом заказе, показываю, рассказывать уже не буду. Хороший чай для очищения рекомендуется пропивать курс раз в полгода. Здесь 21 пакетик как раз на один курс. Очень хороший такой очищающий чай. В общем, что еще про него сказать. Рассказываю постоянно. Также мама моя заказала себе шелковистые гольфы 20D. Они есть в бежевом цвете вот в таком и есть в черном цвете в компании Фаберлик. Здесь две пары идут в упаковке. Ну и сейчас весна. Самое время носить гольфики. Потому что вот напишите, носите ли вы гольфы. Я ношу гольфы на работу. Когда укороченные брюки и ты садишься, брючина задирается еще выше и видно носок. То есть вот эту вот резиночку от носка. А когда ты в гольфах, все предельно эстетично, красиво и ничего не видно. Потому что ты в гольфиках. Я гольфы тоже ношу. Напишите, носите ли вы их. Далее по акции. Как бонус за покупку по выгодной цене. У нас шла влажная туалетная бумага. И детская, и взрослая. Я взяла три упаковки детской туалетной бумаги. Которая идет с маркировкой 0+. Плюс одна упаковка у нас уже в использовании. Прям дождаться не могли заказа, когда уже он придет. Потому что уже надо было. Это влажная туалетная бумага, а не влажные салфетки. В чем разница? Она растворяется в воде полностью. Ее можно смывать в унитаз. Это очень удобно для использования именно маленьким детям, которые ходят на горшок. Согласитесь, мамочки, это очень удобно. 40 листов в упаковке и вообще никаких проблем. Я прям заказываю и буду брать. Я один раз взяла, думаю, возьму на пробу. Мы пользуемся влажными салфетками, но это неудобно. Потому что салфетки в одно место выбрасывают, содержимое горшка в другое. А здесь все упрощает маме жизнь и папе тоже. Далее, что я еще заказала? Я взяла из декоративной косметики в пятом каталоге. Когда действовал пятый каталог, была акция на линейку Аква де Портофина. И я полезла в свои запасы. Я думаю, что у меня там еще есть в запасе. И посмотрела, что у меня еще полностью запечатанный, нераспакованный один хайлайтер лежит. А вот бронзера нет в запасе. И я себе его взяла. Изготовлен он в феврале 2021 года. Мама Мия. У него, наверное, уже срок годности вышел. Сколько он годен, я не знаю. Нераскрытый. Но я, в принципе, предполагала. Потому что это старая линейка. Но меня это не смущает. У меня есть на канале отдельный обзор на всю линейку Аква де Портофина. Я считаю, что это самая удачная линейка декоративной косметики, которая вообще когда-либо была в Фаберлик на моей памяти. А я пользуюсь Фаберлик, ну, прям так регулярно каждый заказ, каждый каталог делаю заказ с конца 2014 года. То есть почти 10 лет, да, вот уже как бы, ну, 9, да. И это лучшее вообще, что было в Фаберлик за это время. Мне очень нравится бронзер. Этот я сейчас открывать не буду, потому что у него срок годности в открытом виде всего лишь год. И посмотрите то мое видео, подробные отзывы для девушек, которые любят загорать. У кого загар такой желтовато-шоколадный, просто идеально на лето. И, что очень важно, качество, прекрасное качество изготовлено в Италии по итальянским технологиям за копейки. Просто можно купить и ничуть не хуже, чем, например, Пупа, ну, или какие-то другие итальянские хайлайтеры или бронзеры. Далее я себе взяла из декоративной косметики вот такой вот консилер Glowen Touch из линейки Glam Team. Я себе заказала в артикуле 6419. Пользоваться сейчас, пока я светленькая и абсолютно не загорелая. Этот консилер хорош именно под глаза. Какие-то прыщи вы им не замажете? Нет. Это консилер именно под глаза. Он очень тонкий, невесомый. Он не забивается в морщинки. Он не подчеркивает возрастную кожу. Какой-то рельеф не подчеркивает. Он просто увлажняет, легко ложится, подсвечивает и освежает ваш взгляд. В составе у него есть такие микро сияющие частички, которые абсолютно не смотрятся блестками. И вот так он выглядит. Минус этого консилера, вот знаете, в том, что у него отламывается вот этот спонжик. У меня просто был консилер, и у него отвалился просто-напросто этот спонжик. И мне пришлось выдавливать консилер. Потом я взяла от Influence консилер. Но вот этот мне под глаза нравится больше, потому что он прям реально невесомый. Мне особо под глазами маскировать нечего, но просто вот как бы освежить взгляд. И в качестве базы под тени на каждый день, ну, он очень хорош, но сделайте что-то с упаковкой. Если еще и у этого отпадет, эта кисточка, вот этот спонжик, ну, просто. Я знаю, что жаловались в обратную связь мы с вами. Что-то там должны были сделать. Ну-ка, вот изготовлен он непонятно когда. Какие-то непонятные цифры. Ну, ладно, в общем, когда он изготовлен, непонятно. Действительно, не написано. Что тут у нас? 11.01.04.29.11.20. Ну, вот и попробуйте отгадать. 11.20. В ноябре 2020 года, что ли? Ну, то есть я бы не совсем поняла, когда он изготовлен. Надеюсь, что это уже из новой партии, у которой не должны отваливаться вот эти вот спонжики. Также в шестом каталоге у нас идет акция на сухой шампунь. Заказала сестра. Она заказывала шампунь для темных волос, но его не было на складе у нас. Поэтому я взяла ей вот такой вот обычный. Чем обычный шампунь хуже того, что для темных волос запахом? У него очень интенсивная отдушка розы. Такой прям химозный. А вот тот пахнет чем-то восточным. По эффекту шампуни абсолютно одинаковые. Хорошо очищают волосы, освежают. Делают вашу прическу более свежей и объемной. И прекрасно вычесываются. То есть брюнетки спокойно могут себе вот этот шампунь покупать, если не смущает аромат. На волосах его не видно. Белым налетом он лежит, если хорошенько его вычесать. То есть ты сболтала, нанесла такими вот короткими движениями, а не как лак для волос, да, полила на себя. Короткими нажатиями нанесла. Потом помассировала, походила пару минут и хорошенько причесалась. Все. Идеальный. Очень хороший шампунь за бюджетную цену. Также вот этот консилер супербюджетный. Очень хороший. Но сделайте, пожалуйста, что-то с упаковкой. Следующее, что я вам покажу по акции. Остатки сладкие, по-моему. Шла вот такая вот пенка для полости рта нуки. Изготовлена она, кстати, в сентябре 2022 года. Все с ней нормально. 97% натуральных ингредиентов. Со вкусом ананаса. Чем хороша эта пенка? Она у меня всегда стоит на раковине. После еды, чтобы освежить дыхание, вместо ополаскивателя. Я не очень люблю ополаскиватели. Также, когда десны раздражены, можно ей воспользоваться вместо зубной пасты. Ну, это редко, но мало ли. Например, у меня у ребенка, когда вырывали зубы, ему некомфортно было чистить зубки. Понятное дело, щеткой. И он, наверное, дня 3-4 пользовался вот такой вот пенкой у меня. В целом, пенка хороша. Просто прополоскали рот, выплюнули. Ничего, водой споласкивать полость рта опять не нужно. И очень ценят вот такого формата пенку люди, которые носят брекеты. Я брекеты никогда не носила, ничего сказать не могу. Но люди, знающие, так скажем, говорят, что это просто спасение при брекетах. Вот, следующее, что я вам покажу, это, наверное, вот линейка Викенд. В пятом каталоге по акции была линейка Викенд. Еще раз повторюсь, это моя любимая линейка уходовая в компании Фаберлик. Говорили, что ее снимут с производства, но, видимо, не сняли, потому что свежий крем мне в прошлый раз пришел. До декабря 2022 года я в пятом каталоге заказала себе дневной, ну, то есть вот Аквабуст гель для лица и восстанавливающий крем. Потом я подумала, что мне надо еще заказать, потому что, ну, я люблю эти продукты. И по акции он был. Я заказала себе Аквабуст еще один, потому что он днем, ну, я, бывает, утром умоюсь, потом какие-то дела домашние делаю. И прежде чем наносить макияж, я опять умываюсь, то есть опять наношу уход. Ну, как бы он быстрее расходуется, чем ночной. Я, когда делала заказ рубашек, я кинула себе в корзину Аквабуст. Хотела еще добавить себе ночную маску. Она тоже шла по акции, но ее не было у нас на складе. Но когда начал действовать шестой каталог, она была уже на складе. И где-то 400 рублей она стоила. Я считаю, что даже, в принципе, без супер скидки, это нормальная цена. За ночную маску изготовлена 18 января 23 года. Вообще наисвежайшая. Мне очень нравится эта линейка. Для моей комбинированной кожи она подходит идеально. Аквабуст на лето, на зиму в отопительный сезон. Просто это глоток свежей воды для вашей кожи. Ночная маска 2-3 раза в неделю на ночь. Она здорово питает и восстанавливает кожу. Отличнейшая линейка. Вот просто прекрасная. Очень жаль, что сняли эмульсию с производства. Вот Weekend это прям моя печаль. Я знаю, что не только моя. Многие из-за этого расстроились. Также я заказала себе бальзам из линейки лета SPF 10. На лето себе купила. У меня за лето стандартно уходит один такой бальзамчик. На дачу, на природу, на пляж. Само собой. Это прекрасный бальзам. Жирненький, плотный. Ты, если весь день плаваешь, если ты весь день загораешь, он прекрасно защищает губы. Губы не трескаются, не обветриваются. Выглядят после пляжа мягкими, свежими. Конечно же, его нужно периодически обновлять. В косметичке на солнце он, конечно же, тает. Поэтому на следующий год оставить остатки какие-то просто нереально. Это все идет в помойку. Но свое дело он делает. Я знаю на него много негативных отзывов. Я не знаю просто почему. Говорят, что он какой-то тяжелый, жирный. Но он не тяжелый, не жирный. Когда жарит солнце, это то, что нужно. Если вы, конечно же, хотите защитить свои губы, а не просто красивые лежать на пляже. Далее, мама заказала вот такой вот спрей Axiology. Ну, это классика жанра просто. Это спрей, который и летом на макияж для того, чтобы освежиться мы наносим. И я наношу его всегда, когда делаю какие-либо маски под маску. А также могу нанести на маску, если это какая-то глиняная, очищающая масочка. В общем, прекрасный продукт. Летом на макияж. И продлевая действительно, ну так скажем, свежесть макияжа, вы летом вспотели. Пыль дорог на вашем лице. Вы протерли лицо матирующими салфетками. Далее распылили вот этот спрей. И все. У вас снова свежий и красивый мейкап. Даже припудриваться не надо. И это даже на моей комбинированной коже, повторюсь. Следующее, это новинки шестого каталога. Зубные пасты хамигаки. В чем-то все время хочу их назвать хамигачи. Зубные пасты хамигаки. Я взяла себе две. Мачо и розовая соль. И сестра себе тоже с мачо заказала. Я хотела еще взять с сакурой, по-моему. Но у нас ее не было на складе. И я эти пасты уже протестировала. Приходят они вот так вот зафольгированные. Это я пасту сестры показываю. А свои я уже протестировала. Видела много... Вот. Все открыто. Все по-честному. Пасты по 75 мл. И я видела много негативных отзывов. Именно на вот эту вот пасту с розовой солью. Это зубная паста защита от кариеса. Розовая соль. И мне очень интересно было ее попробовать. Я сразу ее планировала к покупке. Потом даже вы мне стали писать. Не бери. Она там ужасная. И чистить зубы невозможно. Но я уже сделала заказ. И думаю, нет. Я хочу попробовать сама. Хочу попробовать. И знаете, я заказала и ничуть не пожалела. Это розового цвета. Зубная паста. Такая классическая паста. Чуть-чуть более жидкая, наверное, чем нуки. Ну такая не совсем плотная. И ну это нормальная зубная паста. Не знаю. Если вы чистили зубы пастами корейскими, китайскими, супер натуральными, а-ля сибирское здоровье или гринвей, то вот эта паста вас совсем не удивит. Вот меня удивила. У меня была корейская зубная паста. Когда я ее покупала, там было написано, что она со вкусом яблока. А по факту она была со вкусом бальзама звездочка. Вот та паста меня удивила. Эта паста меня ничуть не удивила. Она, ну скорее для любителей фруктовых паст. Она фруктово-такая цветочная на вкус. С солоноватой ноткой и чуть-чуть свежести. Чуть-чуть мяты или ментола добавлено. Абсолютно нормальная паста. Я ей сейчас пользуюсь. Вот почему-то именно ей мне сейчас захотелось пользоваться. Мне она нравится. Она хорошо пенится. Она здорово очищает полость рта. Освежает дыхание. После чистки этой пастой ощущение чистоты полости рта. И я могу рекомендовать. Мне она понравилась. И вполне вероятно, что я буду заказывать ее потом. Когда она будет по каким-нибудь скидкам, акциям и так далее. Вторая зубная паста. Это у нас матча. Отбеливание и увлажнение. Ну да, здесь более типичный. Вкус она более мятная, чем предыдущая с розовой солью. Вкус здесь. Я не знаю, как матча на вкус. Я этот чай не пила. Но для меня это вкус зеленого чая с жасмином плюс мята. Да, что-то такое более типичное, более привычное. Хорошая зубная паста. И действительно она увлажняющая. Я не знаю, как объяснить вот это вот ощущение. Увлажненности, полости рта. Это надо пробовать. Удивительное дело, но так оно и есть. Знаете, как будто бы вы бежали марафон. По жаре вам очень захотелось пить. И вам дали попить холодной воды. Вот ты каждой клеточкой тела ощущаешь вот эту влагу, эту воду. Вот такое же ощущение после этой зубной пасты. Также хорошо пенится, здорово очищает, освежает. В общем, новым пастам я ставлю зачет. Буду ждать еще с сакурой. Ну и возможно потом возьму с имбирем. Когда-нибудь зимой. Пока мне с имбирем точно не хочется. Следующая у нас пошла тут бытовая химия. А нет, не бытовая химия. Сестра заказала жидкое мыло для крем с миндалем. Это крем мыло такое беленькое, которое здорово смягчает. У него очень мягкая, деликатная миндальная одушка. В общем, хороший вариант. Свежая, в ноябре 2022 года изготовлена. 300 миллилитров. Теперь бытовая химия. Просто в такой же упаковке. Я заказала себе мыло для кухни, устраняющее запахи. На этот раз с лесной земляникой. Как-то вот у меня на него глаз упал. Я его взяла. У меня всегда мыло для кухни есть в использовании. И вот как раз мое где-то на серединке уже. Я решила, что надо пополнять запасы. Ой, как вкусно пахнет. Прям такой конфетный земляник. И приятный аромат. Я давным-давно брала такую одушку. Но уже забыла. Постоянно их меняю. По настроению. Хорошее мыло. Здорово очищает руки. То есть оно и с жиром борется. После того, как я на разделочной доске порезала мясо, например, или рыбу. Потерла чеснок и так далее. Я обязательно мою сначала средством для мытья посуды. Потом прохожусь вот этим мылом. И никакого запаха. Даже намека на неприятные запахи не остается. Ну и конечно же я мою им руки. Прям рекомендую. Я свою кухню без этого мыла уже просто не представляю. Далее я заказала спрей-освежитель воздуха. Он идет на водной основе. Безопасен для астматиков, аллергиков, для детей. Здесь есть блокировка. Сюда подвинули, сюда подвинули. Ребенок случайно не нажмет. Я давно пользуюсь водными освежителями. Наверное года с 2013-2012. Где-то так. А потом, когда я узнала, что в Фаберлик тоже есть водные освежители, я перешла на них. Потому что вот эти аэрозоли терпеть не могу. А вот водные освежители, да, они здорово освежают, борются с неприятными запахами. Ну и как-никак все равно увлажняют. Потому что они водные. Конечно, когда говорят, что они увлажняют воздух, это, наверное, надо весь освежитель вылить, чтобы он воздух увлажнил. Но звучит красиво, согласитесь. И вот этот аромат, тропический бриз на лето просто замечательно. Ну, такой свежий, фруктовый, может быть, немножко солоноватый. Короче, классный. Вот для ванны и для туалета самое то. Далее, что у меня тут. Для одежды два продукта я взяла. Это водный спрей-антистатик и рефрешер. Оба вот в таком вот сиреневом исполнении. Спрей-антистатик, ну, что уж рассказывать, это спрей-антистатик. Сами понимаете, для чего он нужен. Чтобы не магнитились ткани, чтобы к тканям ничего не примагничивалось. Он действительно работает, но вместе с тем, это не вот этот жуткий горлораздирающий спрей. Он приятно пахнет, такой свежестью, подходит для всех видов ткани. И он тоже на водной основе. Замечательно. Рефрешер беру уже, наверное, третий или четвертый раз. Очень здорово, когда пересушенная одежда прогладить. Когда какие-то вредные, противные ткани, да, там стопроцентный хлопок бывает сложно проутюжить. Особенно если вот у меня на блузках какие-то пышные рукава. То я сначала прохожусь рефрешером, потом уже утюгом. И плюс ко всему он освежает ткань. Ну, вот, например, у меня муж сходил на работу, да, один раз в рубашке белой. Но я же не буду ее стирать после каждого раза, да. Но, и утюжить я тоже ее не хочу после каждого раза. Я просто прохожусь рефрешером, проглаживаю вот так вот руками. И все. То есть и пахнет свежестью, и вот этих складочек нет. Конечно, полностью складки не удаляет, но он говорит, и так нормально. Пока доеду до работы, все равно весь буду мятый. Поэтому, в общем, вот нормальный, хороший такой рефрешер. Или если на синтетических тканях есть какие-то небольшие складочки. Ну, опять же, вот на сгибах локтя, или вы в юбке посидели синтетической. Просто пройтись, расправить вот так руками. И полностью, там могут даже полностью вот эти заломы уйти. Поэтому однозначно рекомендую. Сейчас жду от хейтеров, комментарий. Ты что, мужу, рубашку не можешь погладить? Ты свинья. Надо стирать каждый день. Но для того, чтобы стирать каждый день, я заказала свои любимые кондиционеры для белья. На лето я решила себе взять орхидея и кашемир. Да, вроде хотела пион взять, но заказала кашемир. Ну ладно. И утренняя свежесть. Утренняя свежесть это аромат такой зелено-цветочный, очень свежий действительно. И этот кондиционер подходит для стирки ярких тканей. Он с эффектом восстановления цвета идет. Очень жидкий пришел, это радует. И он 0+. То есть для стирки детских вещей тоже подходит. Второй кондиционер. Он также 0+. И с запахом орхидея и кашемир. Насколько я помню, он такой немножко пудровый этот аромат. Ну-ка. Да, да. Вот с таким кондиционером, с аромакапсулами, я люблю стирать полотенце и постельное белье. Но чтобы, ну вот легкий запах был. Вот прям легкий свежести, так скажем, да. Я не люблю запах порошка от одежды, запах там какого-то ленора. Прям не переношу. А вот уже одежду я стираю с вот этим кондиционером. Потому что он более легкую отдушку имеет. И ну просто вещи могут пахнуть свежестью, ну как бы выстиранным чистым бельем, хлопком там, например. Но нет запаха кондиционера, нет запаха порошка. Я не люблю этого. И в принципе кондиционеров и берлик, они не оставляют какого-то едкого запаха порошка ареля. То знаете, бывает, проходит человек или где-нибудь в магазине стоишь, и от человека пахнет ленором каким-то или порошком арель. Ты понимаешь, человек в чистой футболке стоит в очереди. И последнее. А, ну все, в общем-то, у меня остался только каталог. Два каталога. Один я уже смотрю. И один это Мами Адам. Есть интересные новинки здесь. Есть акции. Ну тоже, в общем-то, буду делать по нему заказ. Поэтому ждите. Если такая тема для вас интересна, и вы впервые на моем канале, подписывайтесь. Потому что рубрика покупки Фаберлик, она у меня регулярная. Вот. Пишите, что вы заказали в шестом каталоге. Что вам понравилось, что не понравилось. Делитесь отзывом на те продукты, которые я показала вам сегодня. Ну и на этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. Желаю вам прекрасной весенней, солнечной погоды. Я жду, что у нас тоже когда-нибудь солнечная погода будет, и снег наконец-то растает. В общем, вам желаю того же. Пишите, какая погода у вас. У нас опять холодно, и дождь, и снег, в общем-то. Но мы не теряем надежды, что весна придет. И главное, чтобы весна в душе была, согласитесь. А вот то, что за окном, это приложится. У погоды нет. У природы нет плохой погоды. Все, я с вами заболталась, побежала я делать дела. И вам того же желаю. Хватит пить чай, хватит пить кофе и кушать булочки. Давайте собираемся и делаем дела, заряженные, позитивом и отдохнувшие. На этом у меня все. До скорых встреч на канале. Пока-пока.